Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Слово Святаго Иоанна Златоустова о девстве. Продолжение Скажи мне, испытывает ли девственница во всю свою жизнь что-нибудь подобное тому, что испытывает, так сказать, ежегодно вступившая в брак, кирзаясь муками и воплями природок? Сила этих мук такова, что когда Божественное Писание желает иносказательно выразить плен, голод, язву и невыносимые бедствия, то называет все эти муки, все это муками рождения. Это самый Бог назначил жене вместо наказания и проклятия, то есть не самое рождение, но рождение с такими трудами и муками. Болезня, сказал он, будешь родить. Девственница же стоит выше всех этих мук и проклятия. Тот, кто освободил нас от клятвы, закона, освободил ее от этого. Но скажет, приятно нестись по площади на лошаках. Это только одно лишнее тщеславие, не приносящее никакого удовольствия, как мрак. Не лучше света, как быть связанным, не лучше, чем развязанным, как нуждаться во многом. Не лучше, чем не нуждаться ни в чем, так и не пользующийся собственными ногами, не лучше пользующихся. Я опускаю те затруднения, которые неизбежно испытывают при этом. Ей можно выходить из дома не тогда, когда она захочет, но часто, когда настоятельная нужда требует выхода. Она принуждена оставаться дома, подобно нищим, у которых осечены ноги, которые не могут двигаться. Если муж даст лошакам другое назначение, тогда является уныние, ссору и упорное молчание. Если же сама она, не предвидя будущего, сделает то же самое, забыв о мужу, то навлекает его гнев на себя и постоянно терзается укоризнами от него. Сколько лучше было бы, пользуясь своими ногами. На это их нам и дал Бог не подвергаться такими неприятностям, чем по склонности к роскоши иметь столько мучений и скорби уныния. И не одни эти причины удерживают ее дома, но если случится болезнь ног, у обоих или лошаков, или у одного из них бывает то же самое. Также, когда случится отправить их на пастбища, а это бывает ежегодно, и на много дней, то ей опять необходимо оставаться дома, как связанной, и не выходить из дома, хотя бы даже была необходимая надобность. Если же кто скажет, что она через это избавляется от множества встречных и не бывает обязана показываться и стыдиться пред каждым из знакомых, тот, мне кажется, совершенно не знает, что устраняет и что навлекает на женский пол стыд. Это зависит не от того, показывается ли она или скрывается, но последняя от внутренней душевной гордости, а первая от целомудрой скромности. Посему многие, не имея этой ограды, и ходя среди толпы по площади, не только они не навлекли на себя осуждение, но даже возбуждали во многих удивление и целомудрие, и свою осанку, и походку, и простоту одежды, обнаруживая свет внутренней благопристойности. А многие, и сидя внутри, навлекли на себя дурную славу, потому что можно и скрывшиеся, более показывающиеся, обнаружить для желающих свою гордость и надменность. Но может быть приятна толпа служанок? Ничего нет хуже этого удовольствия, сопряженного с такими заботами, а каждый из них, в случаях ее болезни или смерти, нужно беспокоиться и скорбеть. Но если это может быть сносно, то гораздо неприятнее тревожиться ежедневно, исправляя их нерадивость, прекращая неисправность, пресекая неблагодарность и останавливая всякие другие пороки. И всего хуже то, что обыкновенно случается при множестве прислуги, если в толпе этих служанок окажется благообразное. Это непременно должно случиться при множестве их, потому что богачи стараются иметь не только многих, но также и красивых служанок. Если какая-нибудь из них будет блистать красотой, то привлечет ли она к себе, господина, в любовью? Или будет не больше, как предметом восхищения? Для госпожи одинаково бывает прискорбно наступать ей, если не в любви, то в телесной красоте и внимании других. Итак, если то, что у них считается славным и радостным, причиняет такие скорби, то что сказать о печальном? Девственница же не испытывает ничего такого, жилище ее свободно от беспорядка, и всякий шум далек от него. Внутри его, как тихой кристо, они господствуют в молчании. Еще важнее молчание безмятежность в ее душе, которая не занимается ничем человеческим, но постоянно беседует с богом и неуклодно взирает на него. Кто измерит это удовольствие? Какое слово изобретает радость души? Так настроенной? Никакое. Одни только те, которые полагают свою радость, господи, знают, как велика эта радость, и насколько она превосходит всякое сравнение. Большое количество серебра, скажут, всюду видимое доставляет глазам большое наслаждение, но не гораздо ли лучше взирать на небо и оттуда почерпать гораздо больше удовольствия? Насколько золото лучше оловы и свинца, настолько небо светлее блестящее золото и серебра и всякого другого вещества. Притом это созерцание свободно от забот, а то соединено с великим беспокойством, что всегда причиняет большой вред вожделениям. Но ты не хочешь взирать на небо, тебе дозволительно смотреть на серебро, находящееся на площади. К стыду вашему говорю словами блаженного Павла, что вы так преданы страсти к деньгам, не знаю, что и сказать. Меня при этом очень затрудняет недоумение, и я не могу понять, почему весь, так сказав рот человеческий, имея возможность наслаждаться чем-нибудь легко и свободно, не находит в том удовольствия, утешается больше всего заботами, беспокойствами и хлопотами. Почему людей не так радует серебро, лежащее на рынке, как лежащее дома? Между тем, первое блестит светлее избавляет душу от всякой заботы, потому скажешь, что то не мое, а это мое. Следовательно, удовольствие доставляется корыстолюбием, а не самим серебром. Если бы было последнее, то одинаково можно было бы и наслаждаться и там. Если же ты скажешь, что оно приятно по своей пользе, то стекло гораздо полезнее, это могут сказать и сами богачи, большую частью приготовляющие чаши из этого вещества. Хотя они, увлекаясь роскошью, употребляют на это и серебро, но наперед влагают внутрь стекло, а потом снаружи окружают его серебром, показывая этим, что первое приятнее и пригоднее для питья, а второе служит только гордость и излишнему тщеславию. Что же вообще значит мое и не мое? Когда я тщательно вникаю в эти слова, то усматриваю, что это только пустые слова. Многие еще при жизни не могли удержать это серебро, ускользнувшее из их власти, а те, у кого оно осталось до конца, при смерти волей и неволей лишились обладания им. Что слова мое и не мое, только пустые звуки, это можно сказать не только по отношению к серебру и золоту, но и к баням, и к садам, и к домам. Пользуются ими все вообще, а считающиеся владельцами их имеет только то преимущество перед другими, что заботятся о них. Они только пользуются ими, а другие после многих забот получают то же самое, что те без забот. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова